здравствуйте вы на канале остроумно это самый популярный канал на котором мы для вас рассказываем очень много интересной а главное полезной информации из сети зимой световой день становится короче а стрелка термометра спускается все ниже это оказывает сильное влияние на работу организма чтобы не замерзнуть и быть в тонусе мы должны одеваться теплее и питаться более калорийно чем летом но стоит помнить пару важных нюансов сливочное масло очень жирный и калорийный продукт увеличивать объем сливочного масла зимой не советуют давайте узнаем причины первое когда в больших количествах мы едим масло организм производит излишнее количество холестерина второе многие вирусы питаются и живут за счет большого количества холестерина тем самым человек чаще всего болеет простудой а третье возникает огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему холестерин оседает на стенках кровеносных сосудов и не дает крови полноценно проходить к жизненно важным органам если кровь из холестериновые бляшки не может вовремя добраться до сердца случается инфаркт а если до мозга и инсульт четвертое сливочное масло влияет на ухудшение памяти пятое пищеварение нарушение пищеварения так как масло может содержать себе опасные транжиры шестое ни в коем случае не добавляйте его в жарку только в чистом виде это может вызвать отравление седьмое жиры содержащиеся в сливочном масле и калории от них в 100 граммах масло содержится около 700 килокалорий греет организм в холодное время года вырабатывая энергию поэтому зимой и осенью рекомендуется ежедневно употреблять небольшой кусочек сливочного масла правда с таким же успехом можно есть и куски белого хлеба которые благодаря быстро усвояемым углеводом дают резкий всплеск энергии про эффект этого всего мы конечно и наталью на такого согревания мы умолчим восьмое к тому же некоторым врачам они утверждают что молочные продукты из коровьего а также любого другого молока кроме человеческого человеку не подходит молоко это продукт в природе не существующий молоко есть пока есть грудной младенец и мама говорит один из докторов коровье молоко предназначено для теленка но другое по структуре чем человеческое поэтому его можно разрушать сквашивать и только после этого употреблять непременно в масле есть и полезные качества но только у качественно и не дешевого его можно употреблять но в небольшом количестве ну что ж на этом у меня все более детальной информации есть на нашем сайте так что подписывайтесь раскидывать это видео вашим друзьям и близким и конечно же ставьте лайки не забудьте нажать на колокольчик всего самого хорошего услышимся